По словам медиков, коронавирус вовсе не уходил. Он гуляет от одного к другому уже больше трёх лет. За последний год значительно снизилось количество заражённых по ряду факторов, один из которых – массовая вакцинация. Этой осенью показатель заболеваемости COVID-19 вновь вырос. Мы сейчас видим действительно рост заболевших, рост выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. То есть, например, если летом у нас из 10 заболевших, ну так в среднем, посчитав, которые обращались к нам в медицинский центр за помощью, подтверждённые, именно как подтверждённый ПЦР, либо экспресс-тестированием, COVID-19 был, допустим, у одного, допустим, двух человек максимум. Сейчас это уже, например, 3-4. То есть идёт, ну, совершенно небольшой, но прирост отмечается. Если раньше в большинстве случаев коронавирус поражал людей старшего и пожилого возраста, то сейчас все в зоне риска заражения. К нам поступают пациенты разных возрастов, начиная с 18-летнего возраста и старше, гораздо старше. У нас даже были пациенты, которым, допустим, было 100 лет, 97 лет, 96. Но почему-то вот сейчас, наверное, с начала сентября, к нам стали поступать и более молодые пациенты, то есть 18 лет, 19 лет, 35, там, ну, то есть более молодого возраста. По тяжести течения болезни он, как и прежде, остаётся непредсказуем и может привести к серьёзным осложнениям. Если, допустим, раньше отмечалось, это проблемы с учётом нарушения свёртывающей системы крови, да, то есть это были и инсульты, и инфаркт на фоне коронавирусной инфекции, в данный момент именно как осложнённое течение, как проявление течения ковида – это всё-таки пневмония в большей своей степени. Вот. По тромбозам, наверное, поменьше, чем было раньше, но всё может быть, к сожалению. Как справиться с коронавирусной инфекцией, даже при тяжёлом течении болезни, врачи знают. Инфекционное отделение полностью оборудовано. Здесь есть всё, что необходимо для пациентов различной степени тяжести. В каждой палате реанимационная консоль. Никакого контакта с остальными пациентами. Даже передача еды через специальное окно. Пациент берёт, кушает. У нас всё это в одноразовой посуде, ланчбоксе. То есть, то, что там потом понел, ставит посуду сюда, закрывает, санитарочка заходит, с той стороны забирает, чтобы не сходить постоянно в бокс. Потому что, ещё раз говорю, у нас пациенты с разной инфекционной патологией могут находиться на лечении. То есть, здесь, допустим, там корид, там просто грипп. И вот поэтому, чтобы не было у нас пересечения потоков. Учитывая, что коронавирус вновь напомнил о своём существовании, а вакцины от этой инфекции нет, медики настоятельно рекомендуют защитить себя хотя бы от других сезонных заболеваний. Например, вакцинироваться от гриппа. В эпидемиологический сезон есть риск одновременно подцепить несколько вирусов, включая ковид. И тогда нагрузка на организм умножится в несколько раз. Если по какой-то причине нет возможности поставить прививку, то стоит вспомнить о мерах профилактики и индивидуальной защите. Анна Корязина, Сергей Артёмов, 41 канал.